всем привет вы на канале марина и цветочные друзья и сегодня мы с вами смотрим такой затененный зеленый островок под открытым солнцем многие растения неуютно себя чувствуют поэтому эта зона теневая была создана задумана и создана ну и естественно что выступать в качестве затенения может не только растение в данном случае например я вам показала цветущую брунеру и для нее затенением служит стена теплицы то есть брунера весной хорошо себя чувствует на солнце а вот летом она начинает гореть если растет на жгучем прямо солнце а вот тут она небольшом притенение а вот здесь вербейник александр ну а вот она моя теневая зона здесь затенение за счет высоких растений в качестве высокого растения тут по сути дела одно выступает сейчас покажу его это дерево с большой кроны а в остальном затенение за счет того что островок небольшой и по периметру высажены массивные кустарники которая как раз внутри самого островка и создают такое вот приглушенное солнечное освещение то есть получается место где можно посадить те цветочки которые жгучего солнца не любят сейчас показываю спирею она к сожалению уже не такая белоснежная как несколько дней назад потому что весеннее цветение буйное но быстро заканчивающиеся это спирея да еще дождичек ночью прошел ну получается для того чтобы показать церцис нужно было подождать а пока я ждала чтобы распустились цветочки на церцисе отцветает спирея не получается все вместе показать что такое церцис если кто-то не знает сейчас мы к нему продвигаемся это маг декоративный огромные листья и огромные цветы но не знаю то ли зимовка ему не подошла что я не вижу цветочных бутонов обычно одновременно растут и листья и бутоны и сейчас развернемся и посмотрим на церцис как вам видно вот такая крона которая шатром служит и для растений которые растут в теплице и для растений которые растут вот на этом зеленом островке а как выглядит цветение церциса тоже сейчас посмотрим это вот такие цветочки сейчас еще нет намека даже на листья дерево полностью сиреневая похоже цветочки на душистый горошек то есть точно такое же строение цветка ну и конечно удивительно когда только познакомилась с этим растением меня поразило что вот такие цветы появляются не только на ветках на растущих побегах но и на самом стволе дерева ну можете себе представить вот как это как это так получается ну конечно не могу вам показать всю красоту не так это видно на экране как в живую но это очень красиво очень красиво вообще задумывался именно этот участок был у меня как такая рассадная грядка то есть сюда высаживались растения которые планировалось потом выкопать вот например сейчас на экране это садовые традисканции которые тоже будут выкапываться зеленые и желтые зелеными желтыми листьями с синими и сиреневыми цветами ну а постепенно когда уже вот это захватила садовая история то есть захотелось не только чтобы были грядки но и чтобы было красиво начали высаживаться сюда и другие растения сейчас показываю вам кудрявую иву вот такая она растет она огромным деревом и изначально я дала ей возможность вырасти во весь рост ну и потом пожалела об этом потому что во первых она была очень высокая невозможно было увидеть вот эти витые листики плохо было видно а во вторых у нее очень некрасивое цветение такие на ветвях появляются безобразные черные какие-то шишки которые внешний вид портят поэтому сейчас я ее стригу не даю ей цвести и получилось такое кудрявое красивое деревце которое еще и форму имеет необычную там весь весь ствол изогнутый искривленный и пошел побег ровный сбоку и муж говорит вот нужно оставить ровный побег а это вырежь я говорю ты что это же изюм сплошной причем разве разве прямой побег может сравниться с вот такими извилистыми стволами да не в жизнь внизу вот здесь кровохлебка пока она с молодыми листиками очень хорошо виден краб золотистый а с течением роста листья становятся просто зелеными снимаю рано утром после дождичка я пыталась вчера съемку сделать днем но днем это сделать практически невозможно потому что сейчас только птицы проснулись а днем просыпаются все жужжат косилки потому что трава прет это теплица привет вам от моих гераний жужжат мотоблоки потому что перебиваются огороды и съемка не получается это дерен мы сейчас с вами обходим этот островок чтобы выйти на дорожку и пройти через весь участочек вот такая дорожка ну кстати тут картинка никак не складывалась пока не появилась дорожка когда вот так вот оформилось пространство то сразу растения как бы проявились именно на своих местах что вот так тут и должно быть так нормально все смотрится дорожка которая у нас на входной зоне она сделана профессионально моим мужем а это сделано непрофессионально мною я просто уложила камни на землю и все ну а промежутки между камнями чтобы не спотыкаться и не попадала туда нога муж засыпал песочком облагородил мою дорожку посмотрите какое растение это рябинник сэм на молодых растущих побегах у него явно просматривается красный розовый цвет цветет цветет он как остильба то есть такие вытянутые белые соцветия которые сплошь облеплены пчелами и шмелями что-то их привлекает как вот на будлею летят бабочки так на рябинник летят шмели чтобы а еще такая рифленая поверхность листа чтобы это все проявлялось рябинник нужно постоянно стричь то есть каждый сезон после того как он отцветает я его срезаю на высоте примерно 70 сантиметров и тогда он обрастает получается красивый аккуратный кустик ну и плюс чтобы он стоял на своем месте постоянно поросль нужно убирать но у нас с этим проблем нет мы выкапываем ее в горшки с другой стороны дорожки здесь растет жимолость шапочная это невысокий кустарничек который частично и зимой остается с листиками но сейчас его плохо видно потому что вовсю цветет зеленчук и это так нарядно выглядит что я решила оставить его не трогать вот потом когда он отсветет я его срежу под корень уже пчелка проснулась первая первая я имею ввиду рано утром проснулась а вообще пчелы уже давно проснулись срежу зеленчук под корень и будет видно шапочную жимолость спирея спирея криспа спирей много спирей вигел наверное до 10 сортов потому что они все разные цветут в разное время и вот у криспы такой узкий листик и местами просматривается пестрота на кустике у нее очень яркие соцветия ну надо сказать что вообще криспа должна быть более кудрявой то есть возможно и неправильно мне сказали сорт потому что есть у меня криспа которая которая по-настоящему криспа то есть вся кудрявится завивается закручивается зубчатый такой листик ну а это по привычке я тоже называю криспой там дальше роза она невысоким кустом растет и цветет мелкими цветочками здесь вот настоящий сорняк можно сказать но слегка так оккультуренный тем что необычная расцветка у него это декоративная полынь и ее тоже нужно стричь вот сейчас уже пора подстригать иначе это будут прямо огромные высокие побеги которые уже никакого декоративного вида иметь не будут а растут так фигурка это дети подарили поэтому вот фигурки такие цветные честно говоря не люблю но подарок он неизменно находится в моих цветах раз для цветов куплен вот это полынь растет в подножии фонтана сухие ветки это лиспедеция сухие ветки служат основой для того чтобы подвязывать потом молодые побеги то есть таким искусственным стволом надземная часть у лиспедеции замерзает и потом от корня отбивает она длинные побеги которые цветут по всей длине и получается такой красивый цветущий фонтан осенью он будет виден поэтому осенью постараюсь вам его и показать голубые помпоны это мускарики такие ну а здесь бесполезно занимать место потому что еще раз повторяю лиспедеция будет огромным фонтаном тут все место закроется поэтому вот сейчас пока еще не мешают ветки и поближе к дорожке посажена цветущая монарда чтобы не было просто темного пятна а вот же моя моя красивая ива я так очень хотела чтобы она росла на нашем участке это ну так называемая козья ива сейчас мы обойдем ее это будлеи будлеи тоже сейчас бесполезно показывать потому что они красиво смотрятся только когда цветут а так ну для зеленой массы да вполне здесь три будлеи желтая сиреневая и чернильного цвета и я надеюсь что мы с вами посмотрим их во время цветения вот это лобазник я так понимаю розовый так и как мне показать вам шатер сейчас обойду по кругу ну на камере на камеру я не очень хорошо вижу иву не знаю как вы как я не не смотрю мне все время плохо видно это такие ниспадающие ветки и вся ива смотрится как зеленый шатер они до самой земли спускаются декоративность в форме именно ну и еще ива красиво цветет пушистики на иве появляются очень рано когда еще растения не просыпаются и очень это декоративно смотрится действительно рядышком желтолистная спирея и вот благодаря тому что у нее такие ниспадающие красивые побеги и яркая окраска это наверное единственная спирея которую я не стригу то есть она так вот как она ветки разбрасывает так я ей позволяю их разбрасывать сейчас тоже она вся в цветочках скоро будет пока бутончики а вот этот штырь который тут мелькает на съемке это на постоянном месте здесь находится вертушка поливочная то есть здесь нет барбарисов барбарисы не любят полив сверху поэтому сознательно их здесь не сажают даже убрала тот который был потому что ну очень плохо реагирует на полив сверху и вот эти все остальные кустарники и травы спокойно переносят когда вода льется сверху вот посмотрите кустарничек он новый для меня не знаю видели вы его или нет и называется он экзохорда получается что много высоких кустов и вот вот между кустами такие возникают пятаки на которых можно как раз высаживать растения в зависимости от того насколько место освещенное допустим если на границе солнца вот там пион растет то есть он любит свет поэтому я думаю что нормально себя там будет чувствовать и вот этот пятак он тоже получился среди таких невысоких кустов то есть он солнечный поэтому и высадила сюда растения которые солнце хорошо переносят пенек в центре это обновленный снежноягодник то есть там молодая поросль которая из которой должен сложиться пушистый кустик вот он пенек весь растет и кустик такой пестрый и воздушный должен быть в перспективе ну а здесь тоже те растения которые к солнцу хорошо относятся вот уже много лет такая лапчатка травянистая цветение так себе а вот кустик красивый складывается поэтому остается на одном и том же месте периодически обновляется то есть стрижка делается получается пышная пышная кочка ну а тут вот с темным листом роза розы все на отшибе на розы у нас такой строгий запрет это бересклет такой красивый и вот сейчас дождь прошел и посмотрите что творится то есть улитки не спрятались обычно они после ночи прячутся вот они все покрыто улитками все в улитках посмотрите это злостные вредители ничего симпатичного в них нет так же как муравьи муравьи это вообще бедствие я вот здесь посадила травянистый гибискус ну и это было давным-давно и мне казалось что я обязательно забуду где он посажен и затопчу его и поэтому сделала вот такой ободок посадила его внутрь такого ободка то есть он оказался приподнят над землей и в результате муравьи прокричали виват и дружно мне конечно и дружно туда вселились потому что как раз это то что требуется для муравейника поэтому у меня там муравейник который нужно раскапывать чтобы спасти розу иначе они гибискус уничтожат просто гибискусы называют ну короче говоря гибискус травянистый это керия она еще не раскрыла листики будет очень симпатичный костик весь пестренький такой изящный миниатюрный с желтыми цветочками пестрыми листочками вот она уже много лет на таком на такой высоте и держится да о розах почему запрет на розы потому что это единственное растение которое муж просто терпеть не может из-за колючек в прошлом году я нашла в садовом центре бесшипную розу теперь теперь это единственная роза к которой муж благосклонно относится а еще одно высокое растение которое на этом же теневом островке у меня растет это бузина ева то есть вот церцис у церциса который цветет сиреневыми цветочками если кто-то не знает его я напоминаю о чем я говорю у него огромные сердцевидные листья которые создают ну очень очень хорошую тень а бузина листики у нее резные и тонкие но их очень много поэтому тоже получается хорошая тень бузину я формирую как дерево хотя она все время стремится стать кустом вот показываю вам вот эти ветки они все будут убираться то есть остаются только стволы стволов кстати было много другая вот там вырезала выстригала хотела вообще оставить один ствол но потом все таки решила пусть будет два ствола бузина красиво цветет во время цветения тоже обязательно нужно вам ее показать и вот она в центре участка поэтому получается за счет церциса и бузины такой теневой именно теневое пространство фиалочка вот здесь это не пустое место там из-под земли пробивается горец и это будет вся площадка такая пестрая пестрая она вся будет покрыта горцами ну и хочу сюда еще я запустить ландыш пестрый запустить то есть он уже ползет пусть разрастается разрастается и расползается дорожки и это очень красиво на мой взгляд и прямо они к месту именно такие вот дорожки бесформенные из природного камня не окрашенного никак просто 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 прелесть ввожу камеры вот сейчас яркое пятно мелькнуло я к нему вернусь сейчас покажу вам еще это пузыреплодник пузыреплодник то же самое он может быть на любой высоте может быть высоким может быть вообще низким шариком у нас в Славянске есть улицы где выстригают его как бордюр но мне нравится вот таким вот таким невысоким кустом это темный сорт есть еще красный и желтый этот такой на солнце будет темно-фиолетовый внизу флоксики ну и здесь ирисы лилейники традисканцы пока здесь сплошная зелень но и ирисы и традисканцы и лилейники все это цветущие растения потом спирея раскроет свои цветочки светленькие будет нарядно здесь несколько сортов это гибридов это гибридные пионы которые не просто красивые они ошеломительно красиво цветут вот это например такая желтая с розовинкой окраска пиона ну и два куста которые пока не оформились в кусты это лагерстремии мои любимые красиво цветущие летние растения вот у них только-только сейчас просыпаются почечки это листики а цветение у лагерстремии начинается в нашем климате начинается в конце июля а в более северных регионах лагерстремию логичнее выращивать как кадочное растение потому что она очень поздно просыпается когда уже теплые ночи и очень поздно зацветает то есть она просто-напросто не успеет у вас зацвести единственный хвойничек который я тут посадила он карликовый ну и пока он разрастается вообще летники тоже очень помогают заполнить пространство здесь например растет кустовой остеоспермом ну и это тоже многолетника сока которая легко пересаживается поэтому разрастется хвойничек и вот это все пространство заполнит а пока чтобы оно пустым не казалось здесь такие растения высажены ну и для чего же этот теневой уголок мне еще нужен я хочу все теневые именно места которые будут вдоль дорожки или в центре участка и хочу занять их хостами потому что хосты я просто обожаю сейчас покажу вам несколько сортов у меня уже их ну порядка наверное 30 покажу вам несколько сортовых хост это golden meadows хоста которая проявляет свою красоту не с первого года жизни где-то с третьего года она показывает именно тот лист который заявлен всеми этими рекламными букетами буклетами потому что когда покупается хоста обычно это корешки которые только-только проросли и кажется что ой-ой-ой совсем другая на самом деле она с возрастом только становится такой мощной и кудрявой а вот эта хоста она красивой выглядит с первого года жизни это first frost у нее голубоватые листочки с желтой окантовкой которая потом становится белой то есть меняется цвет ну из всех хост которые у меня есть самая яркая окраска это у карликовой хосты rainbow sand у нее каждый листик окрашен по-своему в прошлом году я купила эту хосту и многие просто были очарованы это raspberry sand у нее по желтому фону листа идет такой малиновый набрыск а дальше посмотрите и лист закручивается и цвет добавляется то есть там цветы зеленый и салатовый хоста очень красивая это не знаю какой это сорт у меня было несколько сортов с такой окраской в центре листа когда идет рисунок прямо в центре листа возможно это сорт матахари я покупала такую хосту в садовом центре есть хосты без названий например желтые у меня куплены просто потому что я увидела на нашем рынке кстати вот эту хосту у нее желтый лист и зеленая окантовка конечно желтые хосты они показывают свою красоту только вот весной когда просыпаются потом они становятся больше зелеными чем желтыми но даже даже этих двух месяцев когда хоста стоит желтый достаточно для того чтобы просто просто влюбиться в этот сорт ну вот казалось казалось бы без всяких там кудрей и особой окраски но очень симпатичная хоста катарина может быть катарин называют я не знаю как там всегда вспоминаю слова мультяшного нашего папы из дяди Федора что английский язык написано Ливерпуль читается Манчестер вот вот это хоста вот я к тому что название не всегда могу прочитать вернее редко когда могу прочитать правильно вот это хоста она наверное одна из самых ярких красивых это оранж мармелад у нее действительно не желтая а такая оранжевая серединка хотя на молодых листочках желтая но потом становится оранжевый и хоста очень красивая это стилетто кстати название понятно да почему такое потому что узкая узкая листовая пластинка с зеленой окантовочкой всегда перед камерой хочется крутить растение чтобы выбрать тот ракурс с которого лучше видна окраска а потом получается на экране мельтешение поэтому сначала начинаю вертеть куст а потом вспоминаю что нельзя вертеть и останавливаюсь так что сильно уж не ругайтесь вот такая мини хосточка это blue mouse действительно это такие ушки голубой мышки у этих хост есть целая серия где они разные окраски в том числе и с пестринкой но мне попалась пока только одна голубенькая но она очень симпатичная компактная хосточка с компактными же соцветиями очень густо посаженными цветочками такая прелесть прелесть я не знаю название вот этой хосты я увидела на нашей выставке ее у Даши вернее Александр Михайлович это его садовые растения приезжают на выставку Дашины комнатные а все садовые Александра Михайловича и вот не знаю что это такое но она просто белая ну это же не белое перо по моему да? ну даже даже если это из той же серии что белое перо то есть хоста которая красиво окрашена весной и потом становится зеленое зеленое летом все равно все равно это очень красиво это очень красиво я бы в любом случае не смогла потом спокойно спать если бы ее не купила и вот еще одна новенькая мне в этом году попалась первый год ее встречаю это хоста Ханс посмотрите какая прелесть тоже вся кудрявенькая кудрявенькая причем не просто сам лист кудрявый еще и такая гофрированная оторочка идет по краю так это она только-только проснулась а представьте что будет когда она начнет расти очень-очень мне понравилось вообще я уже увидела ее в садовом центре и она была настолько едва-едва проснувшаяся и то уже закручивалась поэтому я ее купила и ну мне кажется что она не разочарует ну вот такой теневой уголок сейчас упаду теневой уголок вам сегодня показала с очередной дорожкой и дальше и дальше на этом все все оформление заканчивается дальше начинаются такие дикие дебри то есть растения сплошь заполняют весь участок но композиций там никаких нет то есть они просто такие посадки на все свободные места ну и конечно клубника для внучат а как же а как же внучат оставить без вкусненького на этом все дорогие друзья всего хорошего до новых встреч пока